МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Галена Титарчук. Нынешняя осень была щедрой насадки, да и календарная зима, не за горами. Как будут содержаться 12 тысяч километров дорог и работать дорожные службы республики, обсудили на еженедельном совещании правительства Чувашия. Содержание республиканских дорог в зимний период взяли на себя шесть предприятий. Вот Дорстрой, Чуваши Автодор, Автодорсервис и другие. За содержание дорог местного значения отвечают муниципалитеты. Как сообщил министр транспорта, противогололедные средства заготовлены в полном объеме. Для содержания федеральных трасс готовы 76 единиц техники, 100% готовность. Для обслуживания региональных и межмуниципальных дорог в рабочем состоянии находятся 358 единиц техники, 91% готовности. В муниципальном образовании сообщили о наличии 581 единицы техники в рабочем состоянии, процент 97%. Итоги работы промышленности республики за 10 месяцев текущего года лучше, чем ожидались. С июня падение производства сменилось ростом. Уже сегодня мы имеем темпы отгрузки, если в рублях, превышаем даже показатели 2014 года, 10 месяцев 2014 года на 5,4%. А темпы динамика промышленного производства, индекс промышленного производства 95,2%. Я надеюсь, что мы к концу года результаты улучшим. На совещании обсудили вопросы строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка. Первый этап, начатый в 2014 году, практически завершен. Девять резидентов уже определены. До конца года должен завершиться второй этап, чтобы к работе смогли приступить еще 14 резидентов. С 2005 года каждое третье воскресенье ноября во всем мире чтут память погибших в ДТП. Ежегодно более миллиона человек погибают на дорогах. В Чувашии за последние 10 месяцев в авариях погибли 174 человека. Чаще всего жертвами автокатастроф становятся молодые люди. 18-35 лет. 200 бумажных ангелочков и журавликов ученики Чебоксарской школы номер 2 вручили пешеходам и водителям с напоминанием о простых правилах дорожного движения. На флешмобе нет жертвам на дороге. Ребята призывали всех участников движения быть внимательнее. Переходить дорогу только в положенном месте, всегда пристегиваться и не превышать скорость. 12 ангелов остались и на местах аварии, в которых в этом году погибли дети по всей Чувашии. В столице республики появилось и памятное дерево, около которого разбились молодые люди на мотоцикле. Владельцы железных коней завязали белые ленточки, чтобы те, кто любит давить на газ, задумались. В церквях и храмах республики прошли и поминальные службы погибших на дорогах. В священнослужитель Новощебоксарского храма Николай Чудотворца окропил самый опасный перекресток нашей столицы – пересечение улицы композиторов Воробьевых и Президентского бульвара. Но все эти акции и флешмобы не дадут результата, если каждый из нас не будет бдительным и внимательным на дорогах. Кабмин Чувашии ограничил максимальный размер платы за содержание детей в детских садах. Минобразование считает, что эта мера позволит предупредить необоснованное повышение расценок и обеспечить малышам надлежащий уход и питание. Мы очень заинтересованы, чтобы в детских садах дети питались качественно. И, конечно же, для нас важна стоимость питания. И когда мы видим, что 50 рублей сегодня составляет питание, или, точнее, двух-трехразовое питание детей в детских садах, конечно, у нас возникают вопросы, из чего это складывается. И поэтому мы ставим задачу, чтобы питание было качественное. И она не может быть при 12-часовом режиме дня меньше 70 рублей, и при 10-часовом режиме дня меньше 50 рублей. Поэтому, с одной стороны, мы не должны опускать цены ниже этих цифр, которые я только что назвал, и цены не могут быть выше, о чем мы приняли постановление. Поэтому, я думаю, сегодня, и обращаюсь, прежде всего, к родителям, они имеют возможность контролировать не только родительскую плату, но и в своих детских садах меню, из чего складывается, и стоимость питания. Я прошу обратить на это пристальное внимание. Сокращает продолжительность жизни, является одним из трех заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности или смерти. Речь о сахарном диабете. 14 ноября весь мир отметил день борьбы с этим заболеванием. Что означает диагноз «диабет» в 21 веке, и что о нем знает чебоксарцем, выяснила наша съемочная группа. Еще буквально столетия назад больные с сахарным диабетом были обречены на смерть. Но 11 января 1922 года канадский ученый Фредерик Бантинг сделал первую в истории успешную инъекцию инсулина человеку. В день рождения Бантинга 14 ноября весь мир отмечает день борьбы с диабетом. Специалисты приводят такие данные. В России диабетом болеют около 9 миллионов, а каждые 10 секунд в мире диагностируют болезнь еще у двоих новых человек. Несмотря на такую практическую эпидемию, опрос показал знания о сахарном диабете. У чебоксарцев весьма расплывчатые. С сахаром связано что-то. А как можно заболеть? Как думаете? Что нужно делать? Чрезмерно много, наверное, сладкой продукции употреблять. Ну знаю, но объяснить не могу. Понятно. Расскажите, а как человек может заболеть сахарным диабетом? Возраст, переедание. Конечно, то, что наши респонденты с сахарным диабетом не сталкивались, это хорошо. Им остается пожелать здоровья. Мнение, что заболеть диабетом можно, если есть много сладкого, не совсем верно. Причина болезни в недостатке в организме гормона, который помогает сахару из крови поступать в клетки. Скудные представления о болезни и ее симптомах нередко приводят к тому, что к врачу человек обращается только когда сталкивается с поздним проявлением диабета, так называемой диабетической стопой. Мягкие ткани стопы травмируются, инфицируются, а появляются язвы и другие поражения, которые подолгу не заживают. Это крайность, когда пациент только сейчас выяснил, что оказывается диабет, когда с язвы уже попал. А так, в общем-то, такого не должно быть. Так бывает по одной причине, когда начинается с язвы, когда пациент крайне невнимательен сам к себе. Диабет, как известно, бывает двух типов. Причины, по которой человек заболевает первым типом, то есть инсулинозависимым, бывают разные. Но, честно, не повезло. Не повезло. Это одно из осложнений гриппа. Чаще всего грипп проходит на ногах и чаще всего бесследно. Остается осложнение, которое незаметно бывает. А диабет, это вот просто не повезло, так получилось в жизни. Потом бывает диабет просто сильного-сильного переживания. Обычно детей. У меня есть одна семейная пара, от которых мальчик заболел, собак испугался. Не спался он очень, диабет начался. Второй тип диабета, это диабет, который человек сам себе заработал, всеми стараниями. Старания очень простые. Урбанизация. Урбанизация. Мало двигаемся, много едим. И все. Этого достаточно. Сейчас в Чувашии зарегистрировано 25 тысяч пациентов с диагнозом диабет. У 90% диабет второго типа, у оставшихся 10 – первого. И у тех и у других в современном мире есть возможность жить долго и счастливо. Современные методы позволяют не только обеспечить качество жизни пациента, но и увеличить даже продолжительность жизни. И вот по статистике мировой данные говорят о том, что пациент с первым типом диабета, который абсолютно компенсирован и достиг целевых показателей глюкозы, как у здорового человека, имеет даже большую среднюю продолжительность жизни, чем среднестатистический гражданин. Потому что он убирает из своей жизни те факторы, которые могут для обывателя, для обычного человека укорачивать его жизнь. Он убирает факторы вредной привычки, он соблюдает режим, режим питания, режим физических нагрузок. Борис Алексеев болеет диабетом уже 35 лет. Недавно ему поставили помпу. Это альтернатива ежедневным инъекциям инсулина. Умный прибор сам вводит препарат в нужное время. В 6 лет я заболел. Узнали, как. Я попал в реанимацию. Три дня без сознания, в коме. Бежал. Ну, думали, что я умру. Раньше я делал инсулин, шприц ручками, вручную. А сейчас это все с помощью пульта и помпы. Ну, как бы все автоматически делается. Мне поставили помпу за счет программы. Обязательно медицинское страхование, высокотехнологическая медицинская помощь. В Чувашии, как и в целом, по стране действуют разные программы поддержки пациентов с сахарным диабетом. Растет уровень квалификации врачей. Появляются новые оборудования, препараты. И все же лучше, когда надобности в них нет. Будьте здоровы. Ольга Пырочкина, Олег Якимов. Республика. В некоторых муниципалитетах Чувашии началась реализация третьего этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Примерно 1100 семей из 244 домов должны до конца следующего года попрощаться с веткими квартирами и переехать в новостройки. В Маргаушском районе после завершения второго этапа программа будет выполнена. До 2017 года в Чувашии должны быть переселены жители тех домов, что признаны аварийными до 2012-го. В Маргаушах таких было 12, а осталось всего два. С 86-го года проживаю в этом доме. Все нормально было, все нормально. Дом начал разваливаться. Когда начал разваливаться? Начал разваливаться где-то год, лет, наверное, 8 назад. Сейчас Леонид вместе с соседями в ожидании переезда в новое жилище. Работы над объектом ведутся ежедневно, но найти застройщика было сложно. Аукцион на постройку сот жилья объявляли трижды с начала года, но желающих в нем участвовать не находилось. В июле еще раз провели аукцион. С застройщиком предварительно был разговор, но он участвовал в этом аукционе. И в августе месяце мы подписали контракт на долевую часть строительства 24 квартир для переселения из ветхого района жилья. По контракту 25 декабря мы должны эти семьи переселить в этот новый дом. Если срыва сроков не будет, то жители домов, признанных аварийными до 2012 года, будут переселены все. Но за последние три года обветшали очередные постройки. Список с их адресами Маргаушская администрация уже направила в Минстрой Чувашии. Вероятнее всего, они попадут в новую программу по переселению с 2018 года. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Тысячу лет назад на святой горе полуострова Афон в Греции поселились первые православные монахи. С тех пор это святое место, куда прокладывают свой путь сотни паломников ежегодно. В России есть свой Афон, остров Валаам, место силы и веры с русской душой. О диалоге двух культур рассказывает выставка фотографий «Духовные связи России и Греции», которая открылась в Центре современного искусства в Чебоксарах. Ученые до сих пор спорят, когда на северном острове Валаам поселились первые монахи до или после крещения Руси. В 15-16 веке Валаамский монастырь был образцом монашеской жизни всего северного края. Но истинный рассвет обители пришелся на 19 век, когда слава Валаамского монастыря вышла за пределы страны. Именно этот период запечатлен на фотографиях, представленных на выставке. С тех пор прошло не так много времени. В годы советской власти облик монастыря полностью изменился. Но есть такие места, над которыми не властны ни время, ни политический режим. На Валааме такие камни или валуны, можно сказать. И знакомые места. И там вот тоже, помню, монашеское озеро, так называемое. Вот здесь тоже вижу вроде бы на озере Валаам. И там же внутри еще озеро. Удивительно, конечно. На Святой горе за тысячу лет изменились не только фасады афонских монастырей, но и ландшафт местности. Но только в 19 веке монахи решили запечатлеть красоту святого места и создать фотоархив. Отец Леонтий и отец Геннадий посвятили фотоработе много времени. Но в итоге выбранные ими виды и ракурсы монастырей и скитов стали классическими. В 1881 году фотоальбом был передан великому князю Константину Константиновичу во время его поездки на Афон. А сегодня мы можем сами убедиться, что даже черно-белые фотографии передают необыкновенную атмосферу спокойствия и умиротворенности святого места. Именно из-за удаленности от мирской жизни и труднодоступности для обычных туристов эти два острова так похожи. И на севере, и на юге православные монахи идут к общей цели – отпустить все мирское и полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. С 13 декабря поезд 141 Москва-Чубаксара будет ходить по новому расписанию. Из Чубаксар поезд будет отправляться в 21.15 и прибывать в Москву в 10.35. Таким образом, в пути пассажиры будут проводить на 19 минут меньше, сообщается на портале правительства Чувашия. И еще информация для пассажиров. С 16 по 19 ноября 2015 года пассажиры смогут оформить билеты на верхней полке купейных вагонов со скидкой в 35%. Акция распространяется только на поезда федеральной пассажирской компании, курсирующей внутри страны. Еще одно условие – поезд должен отправиться по маршруту до 24 декабря. Скидки не распространяются на поезда, которые включены в программу «Динамическое ценообразование». Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok